Ищут не клады, а мусор, коряги и крупные камни с острыми краями. Акваторию самарских пляжей проверяют водолазы. Посторонние предметы вытаскивают из воды на берег. Все собранное подрядчик, занимающийся содержанием пляжа, вывезет для утилизации. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной работы по подготовке пляжа усилили. Поводок в этом году был затяжным, и теперь нужно как можно быстрее обеспечить комфортный и безопасный отдых самарцам. На 100%. Потому что человеческие жизни, как говорится, не зная брода, не лезть в воду, трава, посторонние предметы и все. Потому что и свал, и дно разное, мы это все промеряем, чистим. И люди уже, и организаторы пляжа, они все это в совокупности знают и устраняют, и ограждают буйками, и детские пляжи. Потому что дети сами, знаете, пологий берег должен быть. Никаких обрывов, ни камушков, ни стекляшек, и все остальное. Очистка акватории от водорослей тоже входит в обязательный перечень работ согласно контракту. Их уже начали обрезать и выносить на побережье для вывоза. С водной растительностью будут бороться до конца пляжного сезона. До двух метров. И если дальше на двух метров где-то вышла на поверхность или уже высоко, ее тоже надо скашивать. В общем, чтобы человек поплыл и задеть он ее не мог. И зашел тоже чисто в воду, без водорослей. Для удаления водорослей обычно используют косы и металлические тросы. Покос ведется до глубины, которая обозначается буйками. Скоро появятся и они. Ранее водолазы уже выполнили промер глубин. Все полученные данные используют для обозначения водных границ пляжных зон. В том числе зон для детей и граждан, не умеющих плавать. С глубиной не превышающей 1 метр 20 сантиметров. Наконец-то добрались до Волги, искупались, нырнули. Приятно наблюдать, что пляж чистят, что заботятся о пляже, что безопасно можно купаться с малышами и вообще просто жителям Самары. Что для комфорта, прежде всего для комфорта, для безопасности, чтобы можно было плавать около берега. Это приятно. Благоустраивают и берег. Подрядчик устанавливает специализированное оборудование. На пляжах размещают кабинки для переодевания, лавочки, качели и навесы от солнца. Детские игровые комплексы. Всего более 1700 единиц оборудования. Набережная уже подготовила в летнем подопровод для возможности подключения контейнеров. То есть они тоже готовы к моменту эксплуатации пляжа. Кратность уборки пляжей – это два раза в сутки. Вывоз контейнеров мусорных. С 10 июня на пляжах работают спасательные посты. Несмотря на это, отдыхающих призывают дождаться завершения всего комплекса работ в рамках подготовки пляжей и соблюдать меры безопасности на воде и на берегу. Августина Охременко, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok